Великой Белорусской Урбанист привет с вами белорусский урбанист я сегодня находится в Познане вельми интересный город и когда гуляю буду показывать так самое свои урожене от его приемного прогляда И это, я так понимаю, рынок. Центральная площадь, историческая города. Посмотрите, насколько приятная архитектура. Как пригоже выглядят эти аркады маленькие. Ну просто, ну заусюду аркады велизарные такие, там на два поверха. А тут такое вот всё приятненькое, историческое. И дальше так само площадь рынок, как и во Врославе, и деток вокруг невеликшего старого квартала. Вот подобная архитектура так само была в наших городах, но Россия за всё не заховалась. Смотрите, какие фрески, какие малюнки на окнах. И тут шмак деток, всё расфарбовано, размалёвано. Можно гэты пасады разглядать просто целый день. Вот такая, так само приемная ратуша, я так разумею. И гадинниковая вежа. Вельми цикава. Она больше такая белая, больше каменная. Управнанье с Врославской. И больше такой... Больше... Не ведаю, как она на вот колеру. Бачите, шматрала, расписана, размалёвана. Вельми-вельми цикава архитектура. И у нас так само, кроме Павла Шратуши, на площадь свободы была гадинниковая вежа, и её внесли коммунисты пасля войны. Ха-ха. Знов про их. Смотрите, красиво. Вот это... Соправдно такие слупы поставили, чтобы оборонять этих автомобилей в город. Ну, треба же их оборонять. А это... Нет, не буду больше это робить. Ха-ха-ха. Ну, ладно. Ха-ха-ха. Я веду, что вы напишите в комментариях, а ли оно тут такое больше... Не веду. Больше беспешные слупы. Коли бы у Минску такие слупы поставили, то бы уедали. Я говорю, они не выглядали так, как выглядят там полусферы. Мы с вами находимся в Католицком районе. Называется Йоньяки во Урославе остров Тумский. Поглядите, какая судовая катедра. Две вежи. Башня с одного боку гадинник. Низ таки больше цегловый вверх. Вверх иншого мая колера. Вельми-вельми цикава. Кали все вельми добра глядзица. Дарэши. Кали у вас есть некие макшымасти, цих грошей. Я не религийный человек, но зараз Буславский кастел в Дрянамастане. И треба допомогать информационно, финансово, все съездить просто там в основные руки. Трэба у Буслав, потому что наша спадщина, даже в Буславский фестах ЮНЕСКО, таму трэба допомогши святарам, кабу заховаць архитектурный скарб нашей краины. Тому, хто може допоможыць и Буславу, вельми добра, что не таки тяжкий был пожар, так же, как у Парижа. Бажайте, как можно пустые просторы перетворать в грамаски. Ну, это тактичный урбанизм. Это тактичный урбанизм, это, когда за невеликие кошты, можно створить пустые улицы живые. Здесь, как можно сделать посады цикавыми, так само. Учитесь, как делать в Европе. Тарцевые муры будинка можно оформлять цикавыми муралами. И бажается архитектура, подобная до белорусской, подобная до Вильянского барокка. Але Познание — это не только исторический центр, тут шмат такой сучасной ци забудовыць, и там будут такие районы с советским грудободавянистом так само. Поэтому, глядите, зараз все будем показывать. Это новый Солярис. Может быть, я его показывал. Это целиком электробус. И что вы побачите? Тут не планетарные двери, а они прислонно сдвижные, как на стягняках «Стайдлер», как на трамваях, как... Ну, шмат, где... Вельми цикаво бачить на автобусах такие прислонно сдвижные механизмы, але я решил, что это легче на вас. Добрый дизайн у Солярисов. Твар я уже, когда показывал, вставлю монтажом. И побачите, какие добрые тут припинки. Это все под шклом. О, глядите, как сдвигаются двери. Тут можно заразить телефон. Стойка информационная. На двор есть. Все антивандальное, насколько я понимаю. Поехал Солярис. Тут так само в городе цикавый трамвайный рух. Ну и побачите, что делает добрый припинок. И он обороняет от солнца. Тут нормальный дах. Плюс-минус сень. И он имеет добру информацию. И он обороняет дождь. По сравнению с нашими недошкаленными припинками в Менску. Ну, я думаю, вы разумеете. И добра довольно информационная. Бачите, там маршруты показаны. Добра от знака за на пшестанке, что я скажу. Припинки в Польшу. В Познане это город трамвай. А, кстати, тут есть... Вот это трамвай. Не Песа. Это трамвай Модр Транс, который делается здесь, в Познане. Но я хочу вам показать, что тут с ужасной припинки. И на даху садятся рослины. Ну, я думаю, Греция понравится. Ну, не, понравится природе. Ну, можно говорить, что оно понравится. Хорошо. Ось, Князство трамвай. Тут есть дорогой худкосный трамвай. Я его ближе к концу ролика покажу. И он обособлен от дороги. Но, бачите, насколько гибкий сродок транспорта, что он может быть и в исторических частках города, и выходить как худкосный. И для него не требует много места, и не требует укладывать миллиарды долларов на строительство неких туннелей. Ну, есть, конечно, подземный трамвай, но это совсем меньше. История. Потому что этот трамвай – самый лучший из таких самых гибких сродок транспорта, который может подходить под потреблением каких-то городов. На концу гибкости трамвая. Глядите, тут зараз ремонтуется одна трамвайная ветка, и треба сделать съезд, чтобы они не бегали. Я первый раз такое бачу, но, глядите, сделаны часовые трамвайные рейки, которые меняют маршрут. И потом они будут прибираться, когда они что-то добудутся. И потом будет уже обычная трамвайная линия. Не знаю, а тут требовалось некое различивание, бо не каждый швальт, не каждый грунт вытремает в 12 тонн. И старожитная улица с доброй брыжатки, думаю, вытремливает трава и вельми добрая. Мы находимся на плясе вольности, потому что у нас должны быть нормальными не в гонор вольности, в гонор народа, в гонор героя, а не в гонор коммунистов. Доброе, что Польша. Довольно давно уже это вопрос решила. Не про это я хочу рассказать. Глядите, какая интересная инсталляция. Там какая-то такая вещь, которая от ветра крутится. И вообще площадь, вы помните, по Яну Гейлу должно быть нормального масштаба, все компактные. Тут площадь довольно большая. И спасибо, что вот эта инсталляция этому фонтану заховывается. Заховывается масштаб, заховывается человеческий масштаб. И, конечно, это композиционный центр. Инсталляция очень интересная, ужасная вещь. И тут есть идея посидеть, постоять, сделан такой небольшой амфитеатр. И вот тут по Яну Гейлу я бы так само, думаю, 12 баллов бы поставил за эту громадскую простору. Повага до познания. За это. Мы находимся на новом реконструированной улице с громадской просторой. А? Улица Швенты Марчи. Так, улица Швенты... Швенты Марчи. А, глядите, тут я разумею, новые древа одразу посадили, они сажаются. И... Как приемно... Как приемно тут ходить. Вот... местовые жахары кажутся, что тут ранее была большая зеленина в смысле, что травы, а зараз только бетон. Ну, максимально. Але... Ну, просто... У нас никогда никто не сажает сразу столько древов, когда начинают робить реконструкцию. Как видишься, это такая... в улице, где... невеликшая колькасть автомобилей, и... есть трамвай, и велизарная пешеходная галерея. То есть, ну, такие улицы повинны быть в центре. А в центре место для пешеходов и громадского транспорта, а не для шмат полосных авто. Видишься, есть такая... Такие места, как посидеть, как полежать. А... и дорогие, и дорогие, это такое место, ось такой архитектуры, я так разумею, 80-х годов советских. А... Тип местовый Новый Арбат. Але... добро зробили пешеходную простору. Вот. А вот спинки есть. Потому что на Новом Таргу в Рослове нема спинок, вы памятайте. И тут так само зробили интерактивное место, как по Яну Гейлу требует здесь играть. здесь вместо для детей интерактивное это сухий фонтан, який у так само на Новославской первокзальной площади есть. Постарались все по Яну Гейлу сделать сущасно-громадского простора. Вот. Но, правда, USB есть. Сонечная панель. И, сподзюйся, уже не скрали эти кабели. Но... Лепше не шапать, я думаю. Но... Ну, да, было бы лучше, как бы тут крикозеление не осталось больше. Но деревья, деревья это удобно. Посмотрите, насколько они удобные, стольово выглядят. Вот этот палац, который местные жахары называют замком. Чем-то. так, это я разумею... Это не замагание за вольность польскую... Так, 68, это не... Это повстание. Так, это повстание, сами ведутся, кого мы повстаем. А это помню, когда мы Мискевичу. Таму у нас есть агульные письменники, я так разумею, с Польшей. Это чудовно, что такие великие помняки есть добрым людям с и повстанцам добрым людям, а не неким там Лениным с иншим Мискевичем. Как его прозвище Дзержинским. Это и пляс имени Адама Мискевича и побачите, как добро сделана композиция, то куда ни глянем, повсюду веже это театр. Ну, просто судовно все выглядит, и как в Европе люди не соромятся сидеть на праве, то электорат университета имя Адама Мискевича. Тому бачите, кольки тут с оправданных названий, с оправданных имен и белорусских в этом лику. Оказывается, это парк так само имя Адама Мискевича. Просто супер. Я худко пошну петь Марш Добровский. Я так захлоплен этим местом. Мы с вами спускаемся в припинок в станцию Худкасного трамвая города Познане. И он тут полностью особенная целиком от трамваи что это одна из линей метро в Познане. А кроме того, что в Познане нет метро. И так само есть крюки далей нет. Нема на этой мапе. Так само есть. Просто можно зайти, показать как все выглядит. Не нужно купить никаких билетов. Но просто билеты нужно купить и скасовать, когда мы ходим на трамвай. Ну, еды, что я скажу, что шматы подобные системы в городах Европы называются метро. В Малозе метро на полову это таки трамваи на полову, которые проходят в центре под землей. И это так само метрополитеном. Есть такие маленькие трамваи, есть более долгие. Вот. Думаю, зараз может что прийти. Но довольно худшее излучение. я так разумею, что с дорогами они не пересекаются. Эта линия. Так. Вот. Вы видите, довольно добрый интервал. Зараз поглядим, может быть, что здесь больше сейчас на приезде. Потому что тут шматы разных есть. Ну, вот, например, это трамвай. трехсекционный трамвай. или по одному жене. Здесь довольно большие трамваи. Ну, и есть большие трамваи, которые здесь ездят по пять секций, например. я вельми лишу в уголе худкостный трамвай с тротком транспорта потенциальным и вельми перспективным. Смотрите, какая нужна добрая навигация. Это довольно понятный дизайн. Разные колерные движения, например, на трамвае. Ну, в уголе такая сетка подземных переходов, которая связывает тут много но все мает лифты, все мает нормальную систему маломобильности инклюзивности. К тому не могу ничего предсказать. Вот смотрите, такие старые советские. Крыху их дремонтировали, но насколько тут доброе вуличное обстановление. Некие в уголе ноги ходят сами по себе, деревья все сделаны. А вот это более современные офисные и я вижу, что как раз в таких старых советских районах сейчас больше строятся современные поверхности. И выглядит стиль вокзал как и в улице по большим частей находится на узровень выше за шагунку и в улице это мост, и вокзал это мост, а еще вокзал это велизарный центр, где его пролез 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 не знаю, я сегодня не коментую, и не скажу что я просто хожу и показываю то, что я первый раз приехал, и не хочу тут рассказать вам про википедийные информации, я сегодня выражу больше самим первый раз про шузь город прошу сегим, а потом, когда буду вам больше подробно все расскажу *** ... ... ... ... ... Продолжение следует...